Привет, друзья! Вот и пришло время поговорить о такой штуке, как ретро-гейм-шоу образца 2014 года. Хочу сказать сразу, что это мероприятие, оно меня скорее приятно поразило, нежели расстроило, но некоторые спорные моменты в организации, с которыми я лично не очень согласен, они есть. И сейчас вот со своей колокольни я, наверное, сначала поругаю некоторые моменты, а потом скажу то, что мне понравилось и похвалю что-то. Давайте, в общем, начнем, и я вам расскажу свое видение этой выставки. Вообще, первое, что меня расстроило на ретро-гейм-шоу, это то, что я долго не мог его найти. Да, вот такая вот проблема. Причем не я один. Да, я знал, что оно проходит в гостинице «Космос». Это очень хорошо. Это, кстати, не так далеко от места, где я живу, что вообще очень приятно. Я быстро добрался, своим ходом класс. Гораздо лучше, чем в Минзавод в 2012 году, где было большое, пустое и достаточно холодное помещение. Теперь все гораздо лучше. Теперь нормальный такой зал в гостинице «Космос», но понять, где находится этот зал, было очень сложно, потому что нигде не было написано название зала. Когда ты входишь в лобби гостиницы, ты попадаешь в огромное лобби, где в углу стоит маленький стенд ретро-гейм-шоу, при этом совершенно непонятно, куда идти. Где раздевалка, где вход на само мероприятие. Подходишь на ресепшн, там никто не знает ничего. В итоге, походив от 20 до 40 минут, можно просто методом научного тыка все-таки найти вот это вот помещение, которое называется «Вечерний космос», который на самом деле находится вот четко, вот ты идешь вот прямо-прямо от входа и попадаешь в него. Но когда ты не знаешь, приходится обойти все вокруг. Это не очень хорошо, но надеюсь, что в следующий раз организаторы подумают о том, чтобы сделать хорошие большие указатели о том, куда четко вот надо идти. Второй момент. Он неплохой, он просто такой весьма спорный. Ретро-гейм-шоу второй раз проходит в формате комната коллекционера видеоигр на выезде. То есть, по сути, ничего удивительного, ничего нового, никакой информации. Это не выставка, давайте вот так вот сразу. Это не выставка, это именно мероприятие, где ты можешь поиграть в различные ретро-консоли, в разные ретро-игры и провести неплохо время, возможно, познакомившись или встретив друзей, знакомых на этом мероприятии. Но суть в том, что это не выставка, она не несет никакой образовательной или просветительской цели. И это немного обидно. То есть, действительно, представлено очень много хороших консолей, но там написано, что это такое, год выпуска, там небольшие спецификации и ценник, с которым продавались эти вещи. Причем, помимо консолей, были еще фигурки, были еще некоторые электронные игры вроде Саймона. Я вот, самое большое, я не мог понять, почему там находится Саймон. Ну, потому что Саймон, по сути, это электронная настольная игра, она, ну, мало чего общего имеется в индустрии видеоигр. Хотя, ну, у строителей, наверное, думалось немного иначе. Третье, о чем хочу сказать из странного, это конкурсы. Не, не поймите меня неправильно, конкурсы это хорошо. И в этот раз конкурсы были гораздо лучше, чем конкурс, который носил название Марио Джамп, по-моему, который был в позапрошлом году. Но все равно, то есть, давайте так, с конкурсами было неплохо, скажем так. Были вот эти вот Crazy Head Party, какие-то там еще. Я посмотрел, ну, это было забавно. Люди, вроде бы, которые участвовали в этих конкурсах, остались довольны. Также были чемпионаты по видеоиграм, это мне ближе, и мне это было гораздо более интересно. Когда я присутствовал, это была суббота. Там проходил, во-первых, чемпионат по Контри на NES, и чемпионат по Mortal Kombat 2. Так вот, если с NES все в порядке, кстати, если вы участвовали в конкурсе, вы должны знать, что, во-первых, его вел Коли Пиксельдейл, во-вторых, вы играли в игру, и на консоли это все именно Коли, но он все это принес с собой, так что можете немного погордиться, что ли, что вы поиграли на игровой приставке успешного блогера в игру, про которую он рассказывал в одном из выпусков GameShelf. Не знаю, это, наверное, классно. Не, классно другое. Mortal Kombat 2. Многие ждали этого чемпионата. Я лично общался с людьми, которые действительно пришли, чтобы поучаствовать в Mortal Kombat. Их очень удивило то, что они-то тренировались все-таки. Они шли на мероприятие по названию Retro Game Show. Они ждали ретро-игр, и они надеялись, что мероприятие будет проходить на мега-драйве проводиться, скорее всего. И это было бы актуально. Но нет, решили провести это мероприятие на Xbox 360, на цифровой версии. Это многих расстроило, потому что люди готовились играть на шестикнопочном геймпаде от Мега-драйва, а пришлось играть на геймпаде от Xbox 360, что некоторым, скажем так, совсем олдскульным геймерам не очень удобно и привычно. Но тут, как говорится, всем не угодишь, поэтому не могу сказать, что это хорошо или плохо, но так или иначе, я бы вот лично тоже, как человек, который шел на ретро-игровое мероприятие, ожидал бы все-таки игру на ретро-консоли. Но получилось то, что получилось. И чуть было не забыл сказать про, наверное, самую странную вещь на всем мероприятии. Это призы. Призы за участие в конкурсах. Они очень странные. Ну, по крайней мере, насчет конкурсов, ни чего не могу сказать. За конкурсами я, честно говоря, не очень следил. А вот в чемпионатах по ретро-играм, не знаю, что давали за первое место, скажу сразу, но я встречал двух людей, занявших второе место. В Контре и в Мортал Комбате. В Мортал Комбате вообще второе место заслужил Vettel с gbx.ru. И оба они получили в качестве приза за второе место обыкновенную деревянную бейсбольную биту. Это странно. Это не соответствует тематике мероприятия. И, ну, вообще, да, это очень непонятный выбор приза для такого мероприятия. Первым делом, когда мне парни сказали о том, что бейсбольная бита – это приз за второе место, я сказал то, что, наверное, это такой приз, чтобы вы поймали того, кто получил приз за первое место и выбили из него этот приз. Возможно, это так. Я не знаю, но я считаю, что это весьма странный и не очень правильный выбор приза для людей, которые интересуются видеоиграми. Но что поделать, бывает всякое. Надеюсь, что этот недостаток учтут. И в будущем это будет одно из первых, что исправят к следующему ретро-гейм-шоу. Ну и напоследок еще две вещи. Первое – это очень странные закуски, которые в основном состояли из каких-то восточных сладостей, которые продавали какие-то люди, похожие на индусов. Но мне очень понравилось то, что рядом с ними находился столик, где продавали, например, самые разнообразные напитки. То есть там была как-то old-school Pepsi, я не знаю, как, короче, Pepsi в дизайне из 80-х. Было много всего интересного. И был ванильный Dr. Pepper, на который я не успел, потому что его разметали вообще в момент. Он, видимо, был очень вкусный и классный. Я так и не успел его попробовать. Но надеюсь, что вот после такого я его, по крайней мере, смогу найти в магазине где-нибудь. Самое странное и противоречивое чувство у меня осталось от стенда с Oculus Rift, который стоял на самом-самом входе на мероприятие. Во-первых, Oculus Rift – это прикольно. На него там стояла огромная очередь, и люди все очень хотели попробовать на себе, что же это такое. Но есть пара проблем. Во-первых, там первый DevKit Oculus Rift, и, как мы знаем, что первый DevKit у него низкое разрешение, и, ну, есть ряд недостатков. Но дело даже не в этом. Главная проблема в том, что попробовать этот Oculus Rift стоило 200 рублей, как мне сказали друзья, которые пришли, отстояли вдвоем, отстояли эту очередь, попробовали, и только после того, как они попробовали, им сказали, что, ребят, ну это стоит 200 рублей. Они очень удивились, но делать было нечего, заплатили. Странно, но здесь я ничего тоже, как бы, сказать не могу. Я пробовал Oculus Rift на Игромире, еще даже на позапрошлом Игромире, точно такой же. Это очень круто. И, в принципе, конечно, это стоит того, чтобы попробовать, но учитывая, что на многих мероприятиях, даже на Игромире, если отстоять огромную очередь, можно было попробовать его бесплатно, вот на таком мероприятии, где ты платишь за вход, брать за это 200 рублей дополнительно, как-то, ну, немного неправильно. Особенно учитывая, что вот в большинство старых ретро-приставок ты можешь поиграть абсолютно бесплатно, а многие из этих ретро-приставок стоят, ну, соразмерно стоимостью Oculus Rift на данный момент. Ну, а теперь пришла пора поговорить о хорошем. Чемпионаты по играм все-таки оказались достаточно неплохими и проведены были надлежащим образом. Консоли в этот раз стояли не как попало, все они были накрыты таким специальным защитным кожухом прозрачным, можно было посмотреть, поиграть, очень хорошо. Столы стояли более широкие, можно было удобнее расположиться гораздо. Естественно, игровых консолей стало больше. Не то, чтобы прям вот сильно больше, но что-то новое все равно появилось. И тем, кому неохота тратить огромное количество денег на то, чтобы попробовать какие-то там совершенно древние игры, это, наверное, очень хорошо. Опять, немного расстроило то, что некоторые консоли, вроде Bandai, Playdee, они все еще находились за стеклом, но это, возможно, из-за некоторых проблем, то, что ее очень сложно подключить к нашему телевизору, например, я, честно говоря, не знаю. Поэтому, может быть, ее не подключали. Также мне очень понравилось, что в этот раз был зал разбит на две части. То есть, это вот игровая зона, где стояли столы с консолями, где играли люди. И вторая зона, где находилась, скажем так, выставка. То есть, там стояли стенды, где в основном находились, конечно, фигурки. Фигурки в основном находились современные, зато каждую из этих фигурок можно было купить. Правда, большинство этих фигурок, они, конечно, очень крутые и стоят, наверное, как полторы моих зарплаты. А я скажу вам сразу, зарплата у меня, конечно, не сильно высокая, но все равно фигурки, ну, такие фигурки, они стоят этих денег, поверьте мне. Достаточно увидеть, чтобы узнать, почему так дорого. Также вместе с фигурками стояли те консоли, которые были не подключены. Это было примерно так же, как в свое время на винзаводе. Те же вот бесконечное количество понгов, старых домашних компьютеров, все это находилось под стеклом. А, ну и Саймон, да, про которого я уже говорил. Очень понравился стенд, посвященный Кошмар Новый Связов и классическим Черепашкам Ниндзя. Там очень много всего было собрано, очень красиво все это было выставлено и расставлено. Мне понравилось. Но еще больше мне понравилось то, что там сделали видеоигровой аукцион. Это очень хорошая штука. И я вообще считаю, что вот это было бы неплохо превратить в некое постоянное мероприятие, такой блошиный, видеоигровой блошиный рынок, где люди могут приходить и выставлять на продажу какие-то ненужные повторяющиеся игры. Я не удержался. Я нашел, чем там отовариться. Я купил себе две игры на GameCube. Это был Mario Party 7 и Mario Kart Double Dash. Причем купил их за вполне вменяемые деньги. То есть, скажем так, заказать с eBay мне вышло бы не намного дешевле. Плюс это постоянное ожидание, плюс дополнительные почтовые расходы. Плюс ты еще не знаешь, насколько полнокомплектная игра к тебе приедет. Здесь я получил две нормальных полнокомплектных коробки. Чему несказанно рад. Но самое главное, что меня порадовало на ретро-гейм-шоу, это то, что оно мне напомнило о встречах форума. Есть такой форум gbx.ru и каждый год они проводят gbx summer party. Так вот, в этом году gbx summer party я пропустил. И придя на ретро-гейм-шоу, я ощутил себя, как будто я попал вот именно туда. То есть набор игр примерно такой же. Конкурсы примерно такие же. Имеется ввиду видеоигровые чемпионаты. Примерно такие же. Плюс люди, которых я не видел уже очень давно. И кого был несказанно рад увидеть. Спасибо вам за то, что вы все там появились. За то, что вы, во-первых, помогали администрации как-то это все провести на должном уровне. И, во-вторых, всех вас было очень приятно увидеть. Но, помимо старых знакомых с gbx, я очень был рад тому, что я несказанно был рад тому, что меня узнавали именно на этом мероприятии и в каком-то огромном количестве. Да, я, конечно, понимаю, что многие приходили на ретро-гейм-шоу, в том числе и благодаря нашей рекламе на BrailleJumpers, благодаря объявлениям на Колином канале. И учитывая то, что Коля проводил мероприятие, все равно, друзья, мне очень приятно, что многие из вас меня узнавали, подходили, говорили спасибо. Мне, честно говоря, мне всегда очень не хватает вот такого вот. Это дает очень сильный стимул работать дальше и делать больше. И, поверьте мне, мне очень приятно, когда вы ко мне подходите и говорите то, что вам приятно смотреть меня, что вы меня узнаете. Это очень классно. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо за то, что вы есть. Потому что, если бы вас не было, я бы снимал эти ролики исключительно для себя, а потом в одиночестве пересматривал их и плакал бы. Ну и, естественно, помимо всего вышесказанного, главный козырь этого мероприятия это были Борис Аронович Репутур и Антон Гедеонович Сайцев. Или, проще, чтобы все поняли, это Бонус и Гамовер. И они пришли в этом году, кстати, что самое приятное, в этом году они присутствовали дольше, нежели в 2012 году. Потому что в 2012 году они были только в воскресенье, минут 40, наверное, и многие их просто не застали. Все шли, хотели увидеть их, но никого, естественно, не заставали. Потому что мероприятие проходило там 3 или 4 дня, в этот раз 3 дня. Но, вот, насчет пятницы не знаю, в пятницу, к сожалению, я работал. В субботу они приезжали и в воскресенье, как не говоря, они тоже были, что не может не радовать. При этом они с огромным удовольствием со всеми фотографировались, давали автографы, общались. Это очень приятно, потому что, ну, во-первых, приятно то, что у программы от Винта есть вот еще какой-то фэндом, который их помнит, который их любит, и, я не знаю, опять-таки, они прекрасно соответствуют тематике ретро-гейм-шоу, так что, очень приятно, что они согласились прийти и поддержать, скажем так, такое мероприятие. Вот такие вот двойственные впечатления остались у меня от ретро-гейм-шоу 2014 года. Сразу хочу сказать, это все гораздо лучше, чем было в 2012 году, это понятно, это без сомнения, гораздо лучше помещение, гораздо лучше организация, гораздо больше, мне как мне показалось, народу на это на все пришло посмотреть, гораздо дружелюбнее фэндом, который пришел туда, это все классно. Но, в то же время, были очень странные вещи, вроде, каких-то совершенно непонятных призов за конкурсы, ну, так, довольно небольшого, ограниченного количества игр, которые ротировались на консолях. Многие консоли работали на пиратке, то есть, например, тот же самый PC Engine, прямо из него торчала флешка, такая огромная, на которой было написано 4 мегабайта, и на ней запускали Марио зачем-то, это такие небольшие шероховатости, на которые, в принципе, можно закрыть глаза. Я надеюсь только на одно, то, что такие мероприятия, как ретро-гейм-шоу, они в будущем подтолкнут некоторых людей к созданию нечто похожего, к проведению других мероприятий, потому что, ну, давайте будем честными, вот, видеоигровых ивентов у нас проводится не так много, а все, что проводится, вот в этом году, почему-то выпало на 1 октябрь месяц. Ну, я хочу сказать, что если вы пропустили ретро-гейм-шоу в этом году, то, возможно, вы пропустили хорошую кампанию, интересные чемпионаты, возможность поиграть на довольно редких игровых приставках, игрок, и, в общем-то, наверное, все. Стоит ли рассматривать ретро-гейм-шоу как мероприятие с потенциалом и удалось ли оно, я скажу, да, во-первых, стоит рассматривать, у него есть вообще потенциал, именно для такой, достаточно небольшой группы любителей старины, он подходит идеально, то есть там реально вот мне удалось встретиться с огромным количеством людей, которых я давно не видел, которых я очень был рад увидеть. Я впервые, кстати, наконец-то встретился с Батхидом именно на этом мероприятии, поскольку с Батхидом нас разделяют очень большие расстояния плюс государственная граница, но я реально я очень рад был его увидеть и несказанно рад был пообщаться, надеюсь, что это повторится в скором времени. Вот такое вот у меня мнение, спасибо, что выслушали его, делитесь своим мнением в комментариях, если вы тоже были на ретро-гейм-шоу или если вы пропустили, как вы считаете, жалеете вы об этом или не о чем жалеть. Ну а мы увидимся с вами в моих новых роликах, до новых встреч и пока!